Положи на место! Отдай! Что ты вытворяешь? Положи на место мои вещи! Вон из класса! В следующий момент, положи и вон из класса! Вон я как-то! Вон! Прямо голову вставали! Прямо голову вставали! Птица вылетит! Ника! Ирина Владимировна сдергивает Митю... Сдергивает Митю... И он ее со всей дури втаскивает просто. У нее разбито, походу, лицо. Вопиющие резонансные случаи происходят в России, когда школьники ругают, оскорбляют и даже бьют учителей. Мы решили проверить в школах нашего города, бывают ли такие моменты. Учитель уязвим в этой сфере и нужна какая-то защита в виде закона. В вашей школе допускаются такие моменты? В нашей школе никаких таких инцидентов не было. На самом деле вопрос защиты учителя, на мой взгляд, сейчас созрел очень серьезно. Потому что нападки вплоть до физического насилия действительно имеют место. Если говорить о нашей школе, то мы рассматриваем это, прежде всего, как вопрос профилактики. Чтобы таких случаев не было, необходимо проводить и разъяснительную работу, и информационную с родителями работу. У нас учителя самые хорошие, мы их уважаем. Они никогда с нами не поступят плохо, и они очень нас любят, как и мы их. Министерство образования и науки Бурятия отрицает, что в школах республики происходили такие резонансные события. Однако, не отрицают, что, возможно, ситуация умалчивается в отдельных школах. Сейчас узнаем это точно. В адрес министерства не поступали такие обращения, в которых бы учитель, скажем, изливал свое негодование на учеников за оскорбления или за какие-то принижения и так далее. Но таких фактов у нас не зафиксировано. То есть по стране мы видим, что есть такие. Учитель, педагог, порой во многом на сегодня даже менее защищенная сторона. У школьников тоже должна быть управа какая-то. И на родителей, а с родителей тоже ответственности не снимает. Возможно, где-то это на уровне местном скрывается, либо как-то, может быть, конфликт регулируется на уровне школы, на уровне муниципалитета. Наше мнение, безусловно, очень положительное на тот факт, что в настоящее время разрабатывается законопроект о статусе учительской профессии. Я считаю, что это очень важно и своевременно для нашего современного общества. Новый законопроект о статусе учителя предусматривает введение ответственности за неправомерное поведение учеников. В некоторых регионах уже ввели систему штрафов за оскорбление педагогов. С одном Ирденеев, Константин Гармаев, телекомпания АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова